отлично сегодняшняя сегодняшний вебинар посвящен продуктам вендора барракуда networks таким как барракуда веб-секьюрити и барракуда контент силд это продукты по байф фильтрации вот с помощью этих продуктов можно достичь безопасный доступ в интернет для наших пользователей вот и не только вот я расскажу что именно вы получаете когда используете эти продукты если будут вопросы вы можете писать вопрос-ответки вот либо в чат да и мы обязательно ответить прежде чем мы перейдем к обзору этих продуктов мы рассмотрим два блока данного вендора где входят такие продукты как по безопасности и по хранению кстати по нашим сегодняшним мероприятию у нас две части есть есть часть презентации и есть практическая часть то есть я во второй части нашего вебинара покажу что собой представляют данные продукты и продукты на практике покажу функционал интерфейс вот и посмотрим как они работают покажу как какие есть правила как работать с данными решениями и зачем вообще не нужны вот окей два блока которые по линейке продуктов это безопасность и хранение первый блок безопасность это собственно то решение решение которое мы сегодня будем рассматривать это барракуда веб-секьюрити и барракуда контент филд вот на предыдущих вебинарах мы рассказывали про другие решения барракуды очень часто рассказывали о решении барракуда в веб-апплектижем фаервол как и локальной версии вот такие классовскую версию были очень часто вебинары email security антиспам системы по лод балансеру по инжи фаерволу месседжер хайверу вот то есть мы на каждом вебинаре пытаемся раскрыть эту тематику которые выбираем по максимуму вот то есть блок по безопасности он интересен тем что здесь собраны продукты которые в принципе всегда востребованы вот именно если брать инфрационную безопасность вот топовые игроки в плане продуктов в этом блоке то есть это вот эти решения которые мы будем сегодня рассматривать email security это вообще решение номер один которые с которого в принципе данный вендор начинал вот там более там 20 лет назад 20 лет назад то есть это решение вот с которым барракуда нетрос начало свою работу вот и на сегодняшний день это решение вот уже настолько все там подобрано по функционалу и ну там уже все есть все что необходимо это вот реально решение номер один если смотреть антиспом да и из топовых решений это вот еще в application firewall и load balancer кожи функционал но application firewall заточен на защиту сайтов вот от ddos а так вот всяческих sql инъекций кросс скриптингов вот и так далее а load balancer он больше заточен на балансировку нагрузки если у вас например есть сайт и за ним есть там два бэкэнда ну которые там между собой требуют какую-то синхронизацию вот эту синхронизацию можно достичь с помощью того же load balancer на решение ну энди firewall это решение скажем так это защита на периметре сети вот ну без этого решения вообще никак любой организации то есть скорее всего там даже не скорее всего в 90 процентов случаев уже организации используют какое-то решение firewall вот но не всегда это может быть не генерейший firewall то есть неконечный firewall это означает следующая эволюция этих firewall и помимо фаервольных опций там еще присутствуют модули по безопасности например IPS даже антиспам фильтрация веб фильтрация антивирус вот то есть но там такие по сути базовые модули вот то есть если брать вот на сегодняшнюю нашу тему это веб-секьюрити сути это прокси сервер и барракуда контент сил то есть веб-фильтрация этот функционал он частично входит же firewall вот но в энди файрволе это все базово это все базово то есть это не на таком уровне вот как это все происходит на уровне прокси мы вот сейчас будем разбирать собственно что что ходит функционал веб-фильтрации и в блок хранения здесь я не буду останавливаться долго просто скажу что вот это топовое решение барракуда месседжер хайвер мы его очень часто читаем на вебинарах ну потому что она своем роде уникальное и конкурентов не так много на рынке вот и по сути архив который хранит почту вашу электронную вот не просто хранит он ее сжимает вот и плюс он индексирует весь контент который там находится и что это означает то есть вы можете в любой момент времени зайти в этот архив найти поиском конфиденциальную информацию и ну по сути выгрузить ее там не использовать дальше то есть это очень классное решение идем по продуктам маракуда веб-аппликейшн в веб-секьюрити по сути что туда входит это такой комплекс по комплекс который содержит в себе достаточно много модулей по фильтрации веба вот то есть основная задача этого решения это предоставить пользователям безопасный доступ в интернет потому что наши пользователи постоянно заходят на какие-то сайты которые не всегда безопасны и потом подхватывают вирусы какой-то подписывается на какой-то фишинг и так далее и так далее вот поэтому первым делом здесь реализован сильный антивирусный движок вот далее есть защита от шпионского вредоносного то в том числе и за с помощью этого антивирусного движка и с помощью дополнительного движка это 20 3 protection то есть это некая песочница вот с помощью которой мы эмулируем наши наши файлы которые пользователи качают также реализована удаленная фильтрация пользователей далее чуть-чуть будет подробнее про это и самое главное мы раскрываем hdps трафик то есть составленный трафик мы полностью видим мы подменяем сертификатом который мы создаем у себя вот и тем самым все сайты которые https вот которые пользователи будут заходить и пользоваться через наше решение то есть они будут открываться и вины для нас вот для анализа на security вот то есть это важный момент потому что у нас на сегодняшний день там 99 процентов трафика это все https то есть и если мы не будем анализировать https то вообще нет смысла от этого решения вот далее защита все таки защита шпионского по и вирусов как реализуется в данном решении то есть у нас есть им функционал по управлению антивирусом то есть мы можем его там активировать либо выключить далее мы можем прописывать специальные типы файлов и маем типы файлов вот то есть принципе этих настроек достаточно для того чтобы система фильтровала файлы вот контент по сути мы используем постоянно обновления с барракуда центров вот у нас более чем десять тысяч точек сбора по всему миру вот что это означает сто пятьдесят тысяч точек центры от барракуты и сами заказчики вот когда мы покупаем данное решение мы можем включить опцию это поддерживать глобальную сеть барракуда центров это означает что например вы заходите на какой-то сайт он не прокатеризирован вот ну например он новосозданный какой-то сайт там сегодня создался это означает что там вендор барракуда о нем еще не знаю вот но ваша система локальная которые через которую ваш пользователь зашел на этот сайт она уже знает по вот что это означает если вы поделитесь данными ну то есть адрес адресом сайта с вендором то он проанализирует его и прокатеризирует сразу ну там не сразу же но там течение двух-трех часов как показывает практика все достаточно быстро никто из конкурентов не показывает скорость про по категоризации либо рекатегоризации сайтов как это у барракуды вот дополнительно к этому вы можете отказаться от этой глобальной сети и категоризировать сайты там самостоятельно те которые не прокатеризированы ну к сожалению да они есть потому что ну сайты появляются там ежесекундно и сам вендор ну просто как бы да он анализирует их с помощью вот этих там точек сбора но это не в реальном времени далее идем вот помимо точек сбора которые у нас собирают данные о сайтах там безопасных либо нет у нас есть контроль приложений контроль приложений дополнительный контроль то есть это twitter фейсбук google search ну к примеру и так далее вот что это означает то есть мы дополнительно к контролю этих приложений мы можем отслеживать и архивировать сообщения которые передаются через эти приложения то есть если пользователь фейсбуке там какой-то камень или комент делает то мы можем его за сохранить и заархивировать вот то есть по сути некую историю собираем дополнительно это полезно для того чтобы предотвратить какую-то подозрительную активность вот и дополнительно это некий контроль все-таки пользователей чтобы они ну когда они на работе находится чтобы не действительно работали то есть когда идут там домой к себе там и так далее там в кафе уже не пользуется например нашим решением в security наши про все пожалуйста делайте все что угодно там отправляйте и так далее вот но здесь можно включить вот такой некий контроль идем дальше у нас доступны более 95 категорий нашего контента то есть сайтов очень много категорий например это там этот job search поиск работы это медиа not download streaming media бизнес shopping games и так далее то есть очень гибко можно настроить правила в разрезе этих категорий то есть вы можете назначить пользователям глобальные правила и индивидуальные правила вот то есть глобально это сути вот как показано на скриншоте заходим фильтр и отмечаем там что разрешено что не разрешено что заблокировано и так далее то есть это глобально будет если вы хотите исключение из глобальных правил то мы у нас есть функционал как то есть мы заходим в exception исключаем контроль либо наоборот блокируем более жестче для какого-то пользователя группы там ушки далее далее по поводу advanced это функционал который обеспечивает дополнительную защиту вот от вредоносных программ эксплойтов нулевого дня это очень важно потому что антивирус он заточен больше на тот контент на данные те которые известны он работает сугубо по сигнатурам а песочница она заточена для того чтобы эмулировать файлы в закрытой среде здесь очень важно то что а т.п. среда она полностью изолированная и делается ну то есть она реализована на стороне вендор вот то есть это как по сути сервис который вы можете купить дополнительная лицензия то есть она по умолчанию не идет в решении но можно ее докупить она предоставляет дополнительный вот этот функционал и тем самым пользователи те пользователи которые будут качать данные из интернета они сначала будут прогоняться то есть эти данные через песочницу у пользователя этот файл будет отдаваться там через некоторое время пока там песочница не проверить по задержкам все зависит от коллег от размера этого файла но можно выдать пользователю такой некий некий тулбар и вот чтобы он понимал там сколько времени там еще будет анализироваться тот или иной файл но если эти файлы файлы там до 5 мегабайт это задержка там меньше минуты вот более 5 мегабайт там вот 5 там например до 20 до 30 мегабайт это может там задержка быть две три минуты вот и и так далее вот сильно большие файлы например там если кто-то качает это образы iso или там архивы какие-то их можно проверять там частично вот либо скипать вот для того чтобы там либо вообще можно сделать действие то что пользователю не сразу отдавать этот файлик а то есть через там какое-то время приходит ему там на почту оповещения и там дальше он бы качество уже безопасно ну то есть очень гибко в плане функционала социальная инспекция да мы уже немножко проговорили то что решение в gps контролирует вот мы можем загрузить либо создать сертификат самоподписанные в системе и его установить на все компьютеры пользователей для того чтобы он был доверительным вот после этого мы будем контролировать весь эти песный трафик и выполнять контент фильтрацию это и антивирусная и точница вот у нас еще есть функционал агент в безопасности зачем он нужен он используется для удаленных пользователей вот то есть это по сути служба которая связывается прокси вот локальный который мы вот перед этим рассматривали баракуда web security вот и этот агент он идеально подходит для каких-то офисов небольших там мобильных сотрудников либо там студентов то есть для того чтобы авторизировать и предоставлять безопасный доступ через баракуда web security то есть а вот этот web security агент он как идет связывающее звено между этим решением и пока пользователь если он удаленно находится поддерживаем как windows такие mac os баракуда web security то есть комплексная отчетность у нас более 60 различных отчетов это можно генерить и по интернет активности performance network очень много разновидностей по и кстати эти все отчеты они интерактивны то есть мой какой-то отчет выбираем далее можно открыть его и провалиться там из него там вообще в другой отчет который нам интересен по этому пользоваться вот по модельному ряду есть есть железо есть виртуалки есть сас решение то есть как вам удобно то есть можно использовать данное решение ну как показывает уже последнее время практика больше заказчики хотят виртуальные устройства либо сас решение вот железки это в принципе хорошо но обслуживать их стало немножко сложнее вот и плюс у заказчика правило есть своя уже инфраструктура железная вот как которая суппортиться там гарантия на нее есть и так далее то есть проще всего конечно же это виртуалка установили гипервизор в принципе поддерживается практически любой вот вем вары гипервизор ксен сервер и другие вот плюсы плюсы решения прокси веб-секьюрити это то что это единая платформа нет необходимости там ставить какие-то дополнительные модули того чтобы это все там даже вот эта отчетность которая вот мы перед этим рассматривали то есть этот сути модуль который уже входит в это единое устройство там либо виртуал нет необходимости как у других у конкурентов нужно устанавливать отдельный сервер который там лог сервер который принимает эти логи потом отдельный сервер базу данных например который будет собирать эти логи и выдавать нам в какой-то таком правильном виде вот это все не нужно вот и почему наши заказчики вот любят решение от барракуды nervous это то что они очень простые это раз и и второе это то что нет необходимости делать какие-то дорогие там модульные системы и так далее то есть ну понятно что все упирается в цену как ни крути а цена у нас по сравнению с конкурентами очень хорошая да кому будет интересно там в конце презентации вам будет выдан опросник вы укажете что вам интересно там мы с вами свяжемся и просчитаем сколько будет стоить вот и у нас кстати пилотирование у нас полностью бесплатно то есть если интерес интересные продукты не только веб-секьюрити там анти-спам веб-облигейшн файрвол лод балансер ng firewall любое из решений этого вендора барракуда networks мы проведем абсолютно бесплатно там 30 дней если необходимо больше да и решим текущие ваши вопросы вот чтобы действительно вам решение подошло а не просто так его там купить и положить на полочку далее все решения вообще вендор марракуда networks оказывает очень хорошую техническую поддержку вот наши заказчики когда сталкиваются с какими-то кейсами они потом говорят слушайте очень быстро решаем там сам вендор уже прям звонит телефон спрашивает как дела там если еще какие-то вопросы и так далее ну то есть поддержка на уровне вот по поводу лицензирования мы лицензируемся на количество пользователей вот например если организация там 100 человек 200 500 то мы покупаем соответственно на это количество пользователей лицензии вот но если есть пользователи которые например могут использовать с нескольких девайсов доступ то здесь мы лицензируемся опять же на этого пользователя сколько он девайса там он с телефона подключается или он подключается с пк корпоративного либо еще с какого сервера какого-то и так далее это неважно это все как одна лицензия развертывание барракуда веб-секьюрити в принципе есть несколько вариантов развертывания первое это inline по сути bridge это только если вы железо покупаете фирменная от барракуды networks вот forward proxy это классический его по сути метод использования и здесь не важно какой мы ну то есть ли мы им железо используем либо виртуал то есть абсолютно него и весь себе первая либо второй версии здесь тоже не важно то есть мы можем и к железке и к виртуалке это применить единственное что весь себе это протокол фирменный от циски вот и он интегрируется только с иска вот поэтому золотая середина между этими всеми способами внедрения это forward proxy очень удобно именить это в браузерах пользователя прописываем прокси вот и в принципе используем это токси далее это до выланы мы поддерживаем если необходимо очень много преднастроенных уже опции есть возможность клациализировать делать кластер между там двумя устройствами например и аутентификация вот это аутентификация это основное в принципе ну одно из основных функций за что наши заказчики именно покупает proxy вот потому что аутентификация она здесь лучше устроена чем у других решений там класса firewall и так далее у нас много типов здесь поддерживается аутентификации да есть интеграция с active directory далее можно делать прозрачную аутентификацию по ntlm керберус терминальный сервера поддерживается тоже потому что очень много проблем у заказчиков возникает именно с терминальными сервера сервис сервисами вот где они говорят вот у нас там сто пользователей на терминальный сервер заходит мы их не можем авторизировать то есть наши системы не умеют это делать вот мы им предоставляем это решение вот а мы умеем вот у нас есть специализированное программное обеспечение на мы вот это рассматривали решение баракуда веб-секьюрити g2 это прокси прокси вот теперь мы хотим вам показать еще одно решение но очень простое это контент сил про куда контент сил вот то есть это решение она не является прокси сервером вот это больше заточено это она полностью облачен и преимущество вообще этого решения это то что вы по сути вы можете настроить за две минуты вот как вот я покажу вам чуть-чуть далее уже вот очень простое и мне нравится тем что вот нет необходимости ставить что-то у себя внутри понятно что это сас решение то есть облачно но не всем может быть подойдет потому что много кто из заказчиков еще не пришел там на какие-то технологии там облачные и так далее это либо не может перейти если это банковский сектор и поэтому поэтому да вот у нас вот такое есть решение давайте я наверно покажу его в деле вот у нас есть интерфейс данного решения у нас уже заведен некий аккаунт аккаунт то есть это какая-то может быть организация давайте менеджер нажмем вот есть некоторая статистика по активности пользователей этом аккаунте но для того чтобы мы смогли использовать решение необходимо две вещи даже одна из двух вещей вот первое это установить агент на рабочей станции вот это я считаю такой более сложный наверно метод вот но он есть и второй момент это более такой легче метод это просто-напросто использовать днс и указаны у нас на дашболе на компьютере пользователя в настройках ну это можно там если у вас поддержки прилетаем там адреса то есть можно настроить чтобы эти днс там по умолчанию либо днс сервере просто это еще легче настрой просто используете вот и тнс сервера афик автоматически попадает вот в эту систему единственное что на вам вас нужно авторизовать то есть ваш экстренал айпи нужно указать в вот днс фильтринге вот так как здесь указано вот на outbound айпи адрес вот здесь нужно будет указать ваш внешний айпи адрес все вся настройка этой системы да потом обычные правила там делаем категории что разрешено что запрещено пользователю и принципе все вот как она работает вот у меня есть рабочая станция на которой уже сделана вот эта интеграция с контент сил на вот опять же напоминаю есть два способа это изменение днс ок либо установка 1 здесь сделал и то и то вот но на самом деле там достаточно вот такой агент ставится вот может ставиться на рабочую станцию принципе все то есть его задача это заворачивает рак да мне идея с днс ами больше нравится потому что можно охватить дополнительно и мобильные телефоны да то есть мобильный телефон который получает вайфай и там прописываются сразу днс вендора то есть это означает что этот трафик он будет контролироваться и если мы зайдем например на сайт и те которые заблокированы я заблокировал games и и по моему например давайте crazy games вот так выглядит это блокировка другой сайт тоже если мы возьмем давайте возьмем какой-то стоит для поиска работ вот он мне тоже заблокировал ну и сайты для взрослых идентично вот все вот такая простая интеграция на самом деле вот этот фил он лицензируется на количество пользователей можно просмотреть а потом логи вот такой облачная система то есть логи могут быть не прям там реальном времени там какая-то задержка есть там 5-10 секунд то есть и там будет летать логи то есть здесь видно какой юзер айди там можем посмотреть более детально айпи его куда он заходил вот если что-то было заблокировано почему вот например шопинг ритейл был заблокирован вот и почему то есть вот такое простое решение это конкурсилл и далее я хочу вам показать решение web security это классическая проксиа это классическая проксиа вот который может инсталлироваться на рабочий на вы внутри компании вот на это работает как виртуалка либо как железка если вы покупаете фирменное устройство то есть у нас по веб-фильтрации два решения вот контент шилд и веб-секьюри то есть выбираете что для вас проще что лучше использовать а по веб-секьюрити твоею вот у нас есть вот такой интерфейс давайте сейчас обновим скорее всего и стекла а вот адрес сайта он всегда доступен вендора вот как происходит здесь подключение давайте его покажу еще раз вот у нас есть страницы ничего не надо вводить тут guest уже поставила система просто сайн и все система авторизуется в этот демо стоим да вот после этого вы можете локализацию не русский ставим давайте английский да вот вот и все то есть мы сразу авторизовались в системе вот этот путь он не меняется то есть можете его там скопировать и посмотреть у себя вот но мы вам вышли небольшой follow-up после окончания презентации ок хорошо у нас есть вопросы как происходит фильтрация сссссска смотрите поскольку что трафик он по сути зашифрованный вот использует сертификат то есть наша задача это по сути подменить сертификат то есть пользователю выдать свою уже сама подписанный сертификат а оригинальный забрать себе вот то есть по сути терминировать сессию вот нас по сути функционал ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс то есть необходимо анализировать который там без инспекции вы не сможете там опять же тот же антивирус прогнать не песочницу ничего по сути сделать не контент просмотреть вот а когда мы уже полностью интегрируемся в сам трафик шифрованный трафик тогда уже можно в принципе все просмотреть да далее вот у нас есть некий дашборд системы я в двух словах скажу что он собой представляет то есть это статистика по трафику пользовательском здесь можно видеть топовых юзеров которые там больше всего там использует этот прокси куда они заходят на какие ресурсы также можем посмотреть пропускную способность вот это кстати важный функционал чтобы понять например какой вам нужен интернет канал то есть если например у вас там 100 мегабит вы видите что там 95 показывает что он занят а ну это означает что лучше увеличить вот здесь также показывается некая статистика сербарная вот это в случае если мы используем железо вот если у нас виртуалка здесь будет немножко меньше данных но опять же все равно они будут мы можем здесь просмотреть и пользователи используют сочницу ну то есть функционал песочницы и удаленные пользователи те которые удаленно работают там например из дому либо там уехали и они подключаются через функционал агента вот и по сути этот агент его задача заворачивать трафик через прокси вот такая статистика идет из основного функционала который здесь есть . в плавок уже логи таком вот виде более детально да здесь доступны фильтры вот можно профильтровать по конкретному юзеру если он авторизован если он не авторизован по айпи а если что-то заблокировано здесь пишется причина почему это блокировка есть вот есть и также категория относится этот сайт вот из вкладок которые еще основные фильтр фильтр а здесь мы видим все категории сайтов все категории сайта 95 штук должно быть но там может быть уже больше вот помимо те которые по умолчанию вот можно делать свои кастумные категории вот кстати вот здесь есть такой некий лук с помощью него можно определить какой категории относится тот или иной сайт например можем указать сайт адультой как он указ вот он не выдал либо вот здесь такая некая подсказка то есть если вы не знаете какой категории можно относиться сайт здесь сразу же посмотрели и здесь есть очень классный функционал и категоризация если вы не согласны с категориями которые сделал вендор вы можете и что рекатегоризировать и более того который категоризацию отправить вендору дополнительно вот для того чтобы он просмотрел действительно он ошибся там либо не ошибся и пока рекомендовал глобально эти категории глобально вы можете ставить блокировку мониторинг либо пропуск вот здесь есть такая еще функция полисе видите аутентификации и не аутентификации вот это означает что пользователь который не аутентифицирован он идет систему через айпишники вот то вот для них твоим вот такие правила я обычно делаю следующие правила если не авторизирован ну то есть у нас ездить типа аутентификации вот здесь аутентификации у нас есть возможность лда патификацию дела день телом кибирус google directory вот и по это означает если пользователь не пропитализирован системе то я обычно ставлю здесь блоки то есть на уровне некоторые то есть видите здесь немножко не так сделано я обычно все вот если не реализирован системе должен блокировать на если аутентифицирован системе мы здесь другие глобальные правила делаем там более открытые открываем например да там бизнес категорию мерц там шоппинге чуть-чуть ограничиваем чуть-чуть открываем если этого глобальные правила понятно что это глобально вам сто процентов необходимо будет из этих глобальных правил делать какие-то исключения у нас есть exception и дополнительные вопросы умеет ли система категоризировать фейсбук сервисы разделять каналы ютуба да я там немножко раньше показывал то есть мы не только можем разделять вот например в фейсбуке мы можем даже копировать то есть не копировать а сохранять текст который пишет пользователь вот архивировать его это опция отключаем а вот но возможно так например как эти ресурсы сайты розетка сайт влx ну смотрите это сайты и уже не динамики но они динамичны но не настолько как google там youtube facebook вот мы больше заточены динамикой раскрываться именно вот те сайты те которые там не сильно распространенные то к сожалению не так можно ли получить отчет про объем трафика по конкретному пользователю возможно у нас есть репорт вот и более 60 типов этих репортов и вы можете сделать например там за вчера трафик который например юзер-активит и система его сгенерит единственное что если там был большой объем трафика то есть это будет немножко там может дольше генерится и опять же преимущество этой системы это то что это все из одной коробки вот этот репортинг я вот который эти только что вытянул он не тянется там какие-то другие систем там с баз каких-то это все из коробки тянется вот удобно вот плане администрирования ну и здесь мы до видим общую такую статистику по какому-то юзеру вот какие он и пишите использовал как мы видим этот юзер такой очень продвинутый использует очень много и я уже говорил что лицензируем ся мы по количеству пользователя не по количеству этих обычных сейчас будет все равно это один юзер вот мы вот лицензируемся конкретно по нему и как мы видим здесь сколько он провел в интернете какой объем закачал это завчера завчера плюс-минус если вы хотите посмотреть более детально но это необходимо наверно другу total usage возможно это по всем по всем юзерам завчера вот у нас вот такой объем закачан и столько реквестов сделано и кстати можно конкретно сделать посмотреть сколько пользователей именно в фейсбуке были давайте посмотрим интересный такой если если использовался вчера фейсбук обычно вендор предоставляет такой живой стенд демо стенд использовали они фейсбук и довольно как использовали вот один юзер там вообще круглосуточно почти сидит ну можно по времени посмотреть сколько реквестов было разбить эксцепшены мы закончили на эксцепшены буквально еще пару минут вас уже скоро заканчиваем эксцепшены они делаются для пользователей ваших кстати если у вас пользователь оптизирован то мы выбираем какой конкретно пользователь вот сейчас даже не так вот это например если это лдапный юзер то мы здесь вбиваем название этого юзера и нажимаем лука и он выдает нам внизу указаны эти правила можно сделать например если вы хотите ограничить пользователя например какой-то ай юзер с лау например вот а в день или в месяц ну давайте в день можно в минутах кстати минутах возможно это будет проще каждый день он там может ходить в интернет например 200 минут если и вот заканчивается он не может пользоваться всем интернетом но можно сделать еще одно правило и открыть ему только бизнес категорию то есть мы ему не нарушаем бизнес-процесс он может пользоваться интернетом но только приятными сайтами фильтр и например мы можем выбрать там бизнес-категорию все бизнес-категорию мы не лимитируем и открываем ему есть очень важно это как фаерволе здесь нужно поднимать правила там вверх если они приоритетными идут ниже если менее пройти аутентификацию проговорили advanced настройки в принципе здесь такие уже более расширенные настройки с устройством есть вопрос есть вопрос еще че можливо фильтрувати реквесты до випе или возможно фильтровать реквесты к випе ну так запросы к випе ну смотрите во первых мы уже проговаривали то есть мы можем удаленных пользователей фильтровать с помощью нашего агента который ставится и он заворачивает весь трафик на вот но если используются в пиен с помощью ваших каких-то средств то я не вижу проблем чтобы нельзя было тоже фильтровать этого же юзера с помощью этого решения я думаю да татьяна если еще вопросы можешь прочитать нет вопросов нет продолжай пожалуйста а я коллеге выведу небольшой опросник пожалуйста поставьте ваши отметки пока вы отвечаете на вопросы еще раз финализируем вы можете написать бы нам мы выдадим лицензию абсолютно бесплатную вот если необходимо поможем сделать пилот вот и у нас очень большой опыт и в данном вендоре барракуда неспрос да и других вот я непосредственно занимаюсь решениями и дополнительно и других вендоров вот например это делби вот если интересно вам решение как бы в принципе можем помочь в любом направлении что касается information security вопрос сохраняется ли в отчете полная ссылка смотрите это функционал можно включить вот по умолчанию ссылка не сохраняется но можно ее включить это будет дополнительная нагрузка на само устройство вот но это возможно спасибо сергей коллеги спасибо мы в принципе уложились в отведенное время вот еще одна минутка даже осталось если больше вопросов нету спасибо за внимание вот и если у вас появятся вопросы на пожалуйста обращайтесь вот наши да вот контакты мои вот это техническим вопросам и вот есть общий ящик если будут вопросы о в плане лицензирования лицензирования то есть как приобрести это решение